Свыше пяти тысяч погибших солдат в этом году нашли поисковые отряды Саратовской области. Общественное движение действует уже 15 лет. На территориях, где проходили ожесточенные бои, добровольцы ищут останки саратовских военнослужащих. На 15-й региональной конференции поисковых отрядов подвели предварительные итоги уходящего года. Тему продолжит наш корреспондент. Благодаря достижениям саратовских поисковиков в этом году удалось установить фамилии многих погибших, тех, кто раньше считался пропавшим без вести. За годы своей работы добровольцы побывали в экспедициях в Новгородской, Смоленской, Московской областях. На ежегодной конференции поисковых отрядов подводят итоги. Этот год запомнился огромным числом найденных солдат. Увековечили в этом году мы более пяти тысяч человек. Точную цифру назвать трудно, потому что в работе это все до конца года. Еще год-то не закончился, еще будем продолжать. Основное направление саратовские дивизии, саратовские бригады. Вот в этом году мы побывали в районе гибели 64-го гаубочной артиллерийского и 223-го стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии. За каждым солдатом, вернувшимся из забвения, стоит огромный труд. Прежде чем останки вернутся на родину и будут перезахоронены, поисковые отряды должны проделать кропотливую работу. Самое долгое – дождаться архивных данных и понять, кем был павший солдат. На это уходят недели, а иногда и месяцы. Но перед этим нужно исследовать поля сражений. Иногда это самое сложное. В Ленинградской области работаем в Киржевском районе. Это суровый климат, очень большая влажность. Там нет чернозема, там песка. Все, мы работаем в глине, в грязи. Сами понимаете, тяжело. Каждый день по нескольких километров ходить в лесу, то есть выносить останки, то есть найдены какие-то экспонаты. Это очень тяжело. В приоритете у поисковых отрядов, конечно, погибшие солдаты, но находят и немало предметов военных лет, которые затем передают в областной музей боевой славы. В этом году поделились находками с Саратовским музеем и поисковые отряды из Подмосковья. В Домодедовском районе обнаружили фрагменты самолета, которым управлял легендарный летчик Виктор Тололихин. В самом начале войны он совершил один из первых в истории авиации таранов, направив свой самолет на немецкий бомбардировщик. Часть обнаруженных фрагментов передали в дар Саратовскому музею. Они их описали. Каждый фрагмент имеет свое наименование. И практически, как они сказали, что нашему музею они после себя передали самые, так скажем, интересные, самые смотрибельные фрагменты. Точное место падения самолета удалось обнаружить благодаря совместной работе поисковиков и краеведов, к юбилею Победы экспонаты займут особое место в новой экспозиции. Так, шаг за шагом, надеются добровольцы, удастся обнаружить все утерянные фрагменты военной истории. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.